Ребят, пользуясь случаем, напоминаю о существовании моего второго канала. Называется АБВГАДСТВО. Там все, что не зашло на основной канал. Снятые на мобилу ролики, подготовка к походам, закулисье, походной жизни. В общем, много такого всего, что было бы не к месту разместить на основном канале. Ссылка в описании внизу, а также в самом конце этой серии похода. Приятного просмотра. Итак, спустя пару дней, после приезда с Адыгеи, сижу у себя в избе, развалены все вещи, и сегодня первое утро. Прохожу, так сказать, реабилитацию после встречи с блогерами. Так сказать, отдыхаю и прихожу в себя. И не на траве. И первый лёд. В этом году, который я у себя здесь вижу, примерно несколько миллиметров толщиной. Итак, история повторяется. Что ровно два года назад, плюс-минус несколько дней. По-моему, два года назад я записал осенний одиночный поход по избам. Один из самых популярных на моем канале. И вот следы от танкетки, которая прошла уже в этом году. Я надеюсь, здесь видно колею. Вот она повредила деревья. Вот это дерево тоже несколько повреждено. И сейчас, красивой золотой осенью, в своих любимых местах, наконец-то после отдыха в Адыгее, я вернулся на квадре в свои любимые места. Я продвигаюсь дальше. Буду отдыхать. Одна-две ночевки, не меньше. Как получится, как пойдет масть, будут там люди где-то или нет, Все это решит ход моего отдыха. Проезжаю уже полюбившийся мне вагончик по поляне, залитой солнцем. Проехав вброд на малый кинжир, его приток, если я не ошибаюсь, это именно он. У меня карта. Карта у меня засунута вот здесь в клапане. Достать ее проблематично. Потому что там целлофановая, это моя обертка. Когда-нибудь заночу я обязательно в этом, вообще в этом офигенном ларьке. Скажем так, чистейшая вода. Перехожу ее, естественно, в берцах. В берцах, которые меня ни разу не подвели за все годы. Сейчас им уже выходит 4 года. Они подушатались, прорвались. В месте, где шнурки прилегают к язычку. Там, видимо, кожа особенно тонкая. Она порвалась. Вот так вот. Вот так вот когда-нибудь я буду спать здесь. Что мне здесь очень нравится, это то, что здесь как в какой-то даче. Запах дачи. Причем запах чистой дачи. Нет нигде машинного говна, потому что изба высоко расположена. Вот это. И мыши сюда, видимо, не лезут и не попадают. Но очень круто. Он чудесный какой-то, весь чистый, красивый. Поэтому мне здесь хочется побывать в прошлогоднем походе, который назывался сладкие сучки остались дома. А БВГ тревет дизлайкеров. Вот оно, это место, к которому я подъезжал. Здесь лила вода. Я не решался здесь проезжать. Вот оно. Всему виной была плотина, которая сейчас опустошена. Это связано с тем, что промысел ореха, промысло ореха встало на пути. Бобровая плотина, здесь нельзя было проезжать. Люди ее разобрали. Сейчас я ее покажу. Вот она, прямо по курсу. Небольшая брешь, вода полностью спущена. Вот так все это выглядит таким достаточно безжизненным. Я думаю, бобер приуныл. Очень хорошо приуныл, прям реально. Ну потому что то, что здесь было у него и то, что стало. И вот, здесь вот видно, ходят люди. Вот здесь ходят медведи. Я с фокусом не буду заморачиваться. Думаю, видно медвежьи небольшие пятерни. А речка эта всего лишь навсего превратилась вот в такой ручей. И где-то гудит не то винтовой самолет, не то вертолет. Позже подлетит, услышим. Наверное, мониторит пожары, потому что запах гари присутствует. Огромное пространство было под водой вот из-за этой плотины. Плотина земляная с ветками. Все, как они строят. Ветки, земля. Вот такая брешь. С метр, наверное, шириной. И все, пожалуйста. Все стало нормально, нормально. Я сейчас ходил кедром. Вот они, кедры здесь же рядом растут. Под ними не нашел ни одной целой шишки. Во, давай, Андрюх. Я тут выпендривался колуном. Наяривай, наяривай. И мне такие, давай, ты типа что, раскали, раз уж такое деловое. Я люблю дрова колоть. Это мое самое любимое увлечение. Вот тут кедер, как такая лежит, хорошая, подтащили на дрова. Сухонькая, аж звонкая. Высохла сколько лет стоял пенька. Сухой, присухой. Ну такого нет. Можно? Или это плохая? Ну и что, бляха, первый год в тайге, что ли? Не знаем, не понимаем, что ли, ничего. Или еще ее отколоть. Ну ладно, теперь пойдем. Кедр? А, ну нет, этот как-то не так ясно пахнет. Ну, сухая, она, видишь, треснутая вся какая-то. Сколько пень стоял этот лет. Засох. Ну ладно, это нормально в печку залезет? Конечно, залезет. Ну, короче, так вот это и происходит. Сейчас я еще поколю. Я говорю, я просто сильно люблю колоть. Ладно, пойдем чай попьем, потом отпилим еще пару чурочек и расколешь. Короче, я не уеду сегодня. Я просто дальше сейчас хочу ехать. Ага, все. Ништяк вообще. Попутно обзор одной из, ну, мне из самых таких, ну, приглянувшихся изб промысловых, короче. Опять же, тут куча дров. Ну, я вот здесь же колол только что дрова. Захожу. Ну, предбанник. Предбанник такой, достаточно вместительный, скромный. Ну, и здесь, как бы, самое главное, что здесь нет ничего ненужного. Здесь все офигенно отягощено смыслом, короче. То есть, там есть какой-то ящичек, то вот он офигенно на своем месте. Вот. Самая тема, это, короче, вот, сейчас я музыку выключу. Вот, заглянув в избу, сразу вот видно, она достаточно большая. Изба внутри светлая. Мне это очень по душе. Это произошло потому, что ее рубанком стесали. Это пихта. И после уже постройки ее обшкурили. Ее обтесали, обшкурили, короче, сняли небольшой слой древесины. Изба светлая. И это очень располагает к комфортному, приятному какому-то здесь нахождению. Естественно, вот так вот. Ну, вот эта матка, по-моему, называется, что ли. Гвозди набиты для одежды. Я здесь хожу в полный рост, очень хорошо вхожу. То есть, тут, как бы, куча вещей. Палати. Двое палатий вот здесь. А вот на этой вот я сейчас сидел, пил чай. Ел тут кашу, молоко. Мы тут попили, поели. Меня угощали настоящим сникерсом, короче. Не знаю, почему они назывались сникерсом. Это перекрученное сало. Перекрученное сало. То есть, его берешь просто ножиком, намазываешь на хлеб. И хаваешь. Ну, я допускаю, что это реально достаточно вкусная тема. Горлодер, пожалуйста, самодельный. Вот здесь мои крекеры, которые я привез с людьми. Вот, попить чай, сахар, там, еще что-то. Вот, в общем, такая изба. Изба очень приятная. Я, как бы, даже головой об эту матку не бьюсь, как бы, что забавно. Вот этот угол со щепками. Со щепками и посудой. И здесь как-то, я говорю, достаточно уютно из-за того, что здесь очень светло. Вот, такая вот изба. Очень крутая. Обычный фонарик этот китайский. Достаточно хорошо светит ночью. И окно, окно, замечаю, что оно открыто на распашку вот таким вот образом. Вот эта перемычка его держит, тряпочная. Это новое, свежее, достаточно окно. Сейчас я ее еще с других сторон покажу. Вот здесь что-то делает огромная чурка. Огромный кедровый, вот такой спил чурки. Ну, это не знаю для чего. Конфорка газовая вот здесь у них есть. Очень уютная изба, прикольная. Мне нравится. Еще, забыл совсем, надо это обязательно показать. Гальяны. Берутся гальяны, ловятся. И просто солятся. То есть просто, ну, промываются водой там получше. И просто засыпаются солью. Вообще не потрошаться абсолютно. Они просаливаются какое-то время. Потом берешь гальяна, выдавливаешь у него кишки и съедаешь. Вкус как у мойвы. Ну, не как у мойвы, вру. Но вкус соленой рыбы очень вкусный. Когда-нибудь выйдут видео, в которых я покажу, как я готовил гальянов. И это один из способов, который я обязательно применю в ближайшем будущем. Все, сейчас я прощаюсь с избой, с этими людьми. И уезжаю. Уезжаю дальше. Дальше отдыхать. После Адыгеи, так сказать. А дальше очередной Абвыгатский трофей. Изба. Изба и не только. Еще какой-то чудесный сруб свежий, который еще не готов. Ну что ж. Что делает Абвыгат обычно с трофеями? Вещают о них в прямом эфире. В прямом эфире иду к избе. Сейчас будем смотреть. Новая изба. Не встречавшаяся ни разу. В видосах Абвыгата. Теряет невинность в этом процессе. Провода какие-то. Здесь все понятно. Так. Отлично. Она закрыта. Что-то здесь даже написано. Кто-то захочет прочитать, может быть. Сапоги. Вот это что такое? Это проводная оплетка. Ну конечно. Откроем избу и заглянем. Ооо. Эта изба реально суровая. Она реально суровая. У них хотя бы есть печь. Причем печь, выполненная из бочки. Это бочка. Обычная бочка. Раньше были бочки старые. 200 литровые. То есть просто срезана бочка и стоит на земле. То есть на земле. У нее нет дна в этой бочке. Какие печи я встречал. До сих пор они в банях у людей. Вот как здесь сыровато. Видно, когда-то бежала изба. Нары почти реально. Нары на полу практически расположены. Здесь есть еще второй ярус. Заткнута ватой. Висит хлеб. Вон там вата. Так. Что еще здесь такого интересного? Она что-то почернела. Не могу понять, с чем это связано. Ладно. Как бы стол такой. Избу не занимать написано. Вот здесь на коробке. Странно, но людей здесь нет. Почему-то. Наверное выехали. Временно может быть. Уже в который раз вижу вот такую фиксацию ложки в стене. Только что это было вот у мужиков, где я бывал. Ну где я только что был. Изба это Орешно. Это все очередные промысловые избы от АБВГАД. Осенний, одиночный, пеше квадровый променад. По-другому его не назвать. Сюда заезжают, судя по всему, на 66-м. Потому что след был. Подходил сюда очень похожий. Как будто от 66-го. Позже подойду к срубам. Ореховая колка, которую я сейчас показывал. Как добывается орех. Вот она. Пищука. Ой, пищука. Вот это то же самое. Не знаю, видно что-то или нет. Но и не обязательно туда смотреть. Вот это крутилка. Все, молотилка, орех. Хорошее костричи, оборудованное камнями. Вот, пожалуйста. Опять этот осенний ветер я слышу вон там где-то в кронах кедров. Да, все. Приходит осень. Вот это самая моя любимая пора. Это солнечная, ясная осень. Когда еще не все облетело. У нас в Красноярске на самом деле сейчас все гораздо сильнее зелена. А вот здесь такое ощущение, что осень пораньше пришла. Но здесь высота примерно около километра сейчас. По-моему 940 метров примерно. Может быть уже 800 я скинул. Вот. Вот бревно готовится занять свое место. Одно из бревен. Его, наверное, еще даже не размечали. Да, оно еще даже не размеченное. Вот. Ну, такой хорошенький срубик. Мне он не очень, если честно, понравился. Потому что зазоры бывают местами больше допустимых. По-моему, по СНИПу или по ГОСТу. Хрен знает. Там 2 сантиметра что ли. До 2 сантиметров. Ну, как бы ни клин да мох, плотник бы и сдох. Короче, это все знают. Вот. То есть клин и мох и конопатишь как следует. Вот. Замигал аккумулятор. Не к добру. Иногда проезжая осенью по промысловым дорогам, можно увидеть вот такие вот мешки. Просто связанные мешки стоят у дороги. Это значит, что их заберут шишкари. Ну, то есть их уже насобирали. Здесь вот еще так забавно видно. Очень хорошо. Причем видно, что они сверху забиты сеном. Надо, чтобы птицы там прочие их не лапали. Не лазили к шишкам. И их обязательно заберут. Причем сейчас хорошо путешествовать вот на квадре, потому что дорога хорошо прочищена, пробита промысловиками. И ездить гораздо легче и удобней. Я с каждым днем, все равно, с каждым километром для себя открываю новые места. Потому что здесь я еще не был, конкретно в этой части тайги. Для тех, кто не видел CFMoto вот в таком положении, я демонстрирую. Бывает и такое. Это вообще такая пенка на ровном месте. Твою же мать. Не могу перевернуть его. Надеюсь, вот это не бензин капает. Нет, это вода. Фу, бля. Просто завалился как бы на бок. Ничего серьезного. Но пластик поломал точно на правой стороне. Не могу перевернуть. Палку сейчас вырублю. Шестом попробую как-нибудь. Полный абзац. Ничего не могу сделать. Он лежит в таком состоянии, что сейчас он чуть-чуть и он сюда перевернется. А с деревяной с этой палкой ничего не помогает. Поэтому несколько по-другому придумал. Привязал вон там за багажник веревку. Опираюсь ногами в дерево. И тяну его. Сейчас почти удалось. Поэтому заменю аккумулятор, попробую снять. Заодно вот сейчас сделаю видео, чтобы оценить, что у меня тут с защитой произошло за все время. За все время эксплуатации. У меня под градом. Потому что я тут кручусь, мучу. Блин, вообще такая пенка. Мы с ЖЭК ездили по таким вообще дебрям. Там на двух колесах. Иногда на одном. А тут он все, он пошел опрокидываться. Я что-то прощелкал. И приехали. Ой, под градом лежит ее по мать. Вот это ж надо. Но ничего, я все это переживу. Я все сделаю, я все смогу. Потому что я один. Это моя судьба. Сейчас попробуем. Лебедки нет, ни хера, блин, нет. Просто там неудобно толкать. Блин, а здесь тоже неудобно тянуть. Еще бы веревка не сыграла и голову бы мне не разбила. На том конце бляшка металлическая. В качестве затяжки. Спина завтра будет болеть адово. Повреждения сниму. Блядь, просто пиздец. Ебаная сука. Просто пиздец пластику. Вот же, еб твою мать. Да. Ну, должен же когда-то был меня случай научить. Твою мать. Фу, ладно. Сейчас, ну, что-то поделаю. Придумаю с пластиком. И поеду дальше. Еще один неприятный момент. Вот так засрать рюкзак. Конец просто, блядь. Спина, как раз где он к пояснице, цепляется. Вот там засрано. Мать его. Таким незамысловатым способом. Вот элементарно привязана эта херня. Я упираюсь в дерево, оттяну. Потому что с палкой тут не выходит. Тут ты еще внизу стоишь. Вообще неудобно. Ну, короче, я знаю, что там сейчас миллионы этих, блядь, специалистов по вот так переворачиванию. Начнут там мне мозг гибать. Идите нахуй. Я сделал так единственным возможным способом. Изба. Изба. И на нее навалилось все, что только могло. Пихтач. Что-то еще. Здесь, наверное, еще и вот здесь была баня, что ли. Вот тут труба какая-то железная. Что-то здесь все было. Но здесь вообще в супер все запущенном состоянии. Ну вот, то есть были какие-то строения, что-то еще. Но здесь вот почему-то совсем. Здесь даже... Ну, я не вижу здесь особо кедрача. Да нет, вообще-то вижу. Вон там он кедрач. Здесь хорошая такая тайга. Уже приятная. И вот он, сруб. Сейчас обойду его. Как-то еще. Вон, попробую внутрь заглянуть. Там вот такая лестница была доисторическая еще. Вот она стоит здесь наверх. Видела. Так. Ой, совсем изба завалилась. Просто вообще напрочь. Лестница прибита. Лестница здесь специально, чтобы подниматься и смотреть, как... Опа-да. Что-то сегодня вообще мне не везет. Это, короче, уже... Да. Ах, обжарился. Не везет уже в который раз. То я перевернулся, то там что-то еще. Но здесь вообще в избу даже не заглянуть. Не везет, когда я вижу глухаря. Я замечаю глухаря, спугиваю. Здоровенный глухарь. Улетает уже второй раз. Я сейчас ему говорю. Глухарь, ты, говорю, в прошлый раз хреновый мне знак был. Это был хреновым знаком для меня. Я перевернулся. Что сейчас? Сейчас вон я с лестницы чуть не упал. Потому что она сломалась подо мной. Это что, нормально? Нет вообще? Ох, ладно. Странное место. Ничего не понятно. Просто разрушенная, разрушенная изба. И только вот эта красивейшая молодая пихта. Она не может не радовать. Чудесно. Вот, господа, посмотрите. Какая нахрен Адыгея. Какая? Там невозможно. Точнее, там невозможно ходить по ней, потому что там неинтересно ходить. А здесь вот. Богатство нижнего яруса этой лесной подстилки. Оно настолько огромное и реально богатое, что тут совсем по-другому живёшь. Здесь живой лес, лес реально. В нём есть душа. В Адыгейском, Краснодарском, Сочинском лесу ничего этого нет. Нет души. Я её не увидел. Дальше еду. Вот та самая изба, на которой мы... Здесь мы уже были с Жекой. Я въехал просто с другой стороны. Жека там от мыши руку отдёрнул и порезался. Порезал палец об косу. Вот это то самое видео. И это то самое место. Избу показывать не буду. Короче, посмотрел. Люди здесь, видимо, собирают орехи до сих пор. Вот он ещё в мешках даже стоит. Просто все сейчас на своих делянах собирают орехи. Наверное, к вечеру будет, может быть, сносить их сюда. Там дальше я проехал. Я не показывал. Там стоял 66 около старенькой-старенькой такой избушечки. Но я решил не показывать. Просто проехал. Всё, скоро выйду. Уже в мои родные места, где я бывал и не раз. Итак, сейчас я покажу, что происходит и что оставляют люди за собой, когда уезжают с промысла. Ну, такое, как бы, особенно защитником природы это. Вот какой-то пакет весь в мазуте. Ну, пачка сигарет. Ладно, хрен с ней. Не то, там целлофан есть. Как бы, это плохо. Какая-то куль. Вот шишка, пожалуйста. Почему-то её не тронули. Вот она. Я её брошу просто в лес. А, чёрт, я забыл. Я же кому-то подписчику обещал какому-то. Это, кстати, потом. Вот, допустим, я так думаю, что это какая-то рулевая сошка или рулевой редуктор там от чего-то. Может быть, ещё что-то хрен знает. Банка, пожалуйста, консервная. Пластиковые канистры. Всё это вот так валяется. Банки ни одна, естественно, не обожжены. Но это ещё и из древности. То есть везде мусор. Везде мусор. И допускаю, что последними отсюда уехать именно владельцы этого места. Пакеты, пожалуйста. Какие-то трубки. Я почему решил, что уехали, потому что двери уже забиты. Сейчас покажу. Я эту избу уже снимал. Она уже в который раз здесь. Вот. То есть везде, вообще везде сплошной срач. Абсолютный срач, короче. Вот, забиты уже они. Всё. Я в эту избу, наверное, никогда не попаду. Кстати, затянули, наверное, целлофаном окно. Потому что оно было разбито, когда я здесь был последний раз. Ещё до заезда людей. Вот. То есть везде 90-таки процентная помоя. Куда не плюнет, значит, ты попадёшь в помойку. Это как будто я, блядь, считаю, что это идиотизм. Это полный пиздец. Реально. Ну, может быть, здесь кто-то другой жил уже, не хозяева последнее время. В чём я сильно сомневаюсь. Потому что какие-нибудь левые гастарбайтеры, как это бывает здесь, как здесь принято. Здесь, кстати, сплошной кедрач везде. Вот он. Какие-нибудь левые гастарбайтеры сюда не заезжают, потому что, я думаю, опасаются, что получат пизды просто. За то, что они заехали в такой хороший дом. И что здесь вообще, как бы, ну, жируют. Вон, везде кули, короче, мусор. Всё. А сейчас здесь я уже отсюда доеду спокойно до своей избы. Ну, до своей, типа, названной моей. Вот. И там буду тусить. Всё. Опять батарейка уже замигала. Сейчас снимать ничего не буду. Пока не заряжу. Только приехал на место. Вот что здесь я вижу. Ну, такое ощущение, что здесь кто-то живёт. Кто-то сейчас выйдет из избы и скажет. Сейчас я всё приберу. Вообще, просто конец. Всё-всё-всё-всё. Как так? Ну, почему как вот так? Вот что за бред, блядь? Почему так делают? Просто фонарик валяется. Какая-то куртка. Такое ощущение, что здесь кто-то сейчас должен прийти. Ну, может, и придут. Ну, я почему-то не верю в это. Сегодня наверняка ко мне придёт один или несколько медведей. Будут просить жратву, я уверен. Будут здесь шуметь, меня пугать. Что-то ещё, может быть, будет происходить. Потому что люди, когда уходят, они только говно вокруг себя оставляют. Ну, я показал, блядь, что происходит, когда люди уходят из тайги. А если копнуть глубже, увидишь ещё больше. Ну, я не знаю, нормально это или нет. Почему так? Сейчас буду звонить по спутнику Андрею, с которым мы здесь тусовали. Ну, периодически. Может быть, он завтра сюда приедет. Люди ушли. Шишки здесь я пока не вижу. Я здесь хочу переночевать как минимум одну ночь. А потом я хочу сходить вверх по этой реке, пройтись. А вернуться обратно по другой. Ну, посмотрим. Посмотрим, как масть пойдёт. Как пройдёт ночь. Сейчас я поставлю заряжаться аккумулятор и всё остальное. Может быть, вот испеку чужую картошку. Запеку в углях. Она мягкая. Наверное, пропадает. Ну, хоть спички остались. Всё, уже заряжается аккумулятор. Соль. Продукты все свои я уже выложил на стол. Нашёл кучу шишек. Собираю их. Сахар вот там с молоком. Уже сходил за водой. Кстати, вот это ведро, такое красивое оцинкованное, купил я сюда, чтобы в нём мыться. И мы уже с корифанами, как-то я их сюда привозил, своих товарищей. Мы здесь помылись хорошо. С ведра очень здорово. Вот уже на костре чайник. Заполненный водой из ведра. То есть я уже говорил, что очень люблю черпать воду ведрами. Мне это очень удобно, здорово. Полный чайник. Я решил сейчас, ну, наверное, если всё быстро закипит, я как бы сделаю, сварю. Вот здесь вот сырая берёза её. Люди кололи здесь, её бросили, оставили. А я вот ещё тоже, я готовил вот эти брёвна, вот эти очурки очень давно уже, наверное. Пожалуй, год прошёл, да? Вот она последняя осталась. Расколю и, наверное, пойду вниз по реке. Похожу, посмотрю просто, погуляю. Тайга сейчас очень прекрасная. Самая доброжелательная к человеку вот она здесь сейчас. Батарейка мигает. Я надеюсь, ничего интересного не произойдёт за то время, пока я не зарядил новый аккумулятор. Времени 17.48. Ровно в 20 уже будет темно. Такое ощущение, что здесь отдыхали дети. Потому что банок от сгущенки на порядок больше на первый взгляд. Ну, так, субъективно. Но если посмотреть вот туда в угол, вот так вот приблизить и навести фокус, то становится понятно, что отдыхали большие дети. Там куча бутылок водки. А водка чему же там? Ну, не водки, а алкоголя разного всевозможного. Всё, я уже великолепно поел. Реально всё хорошо, вкусно. Тушенки банку съел. О, к сожалению, я её начал сжечь. Я не покажу, какая тушенка в принципе съедобная. Не надо мне сейчас накидываться там, хвалить, советовать тушенки какие-то. Насрать. Вот. И крекеры. Крекеры заходят потрясающе. Даже сгущенку. Рогачёв. Кстати, самую лучшую из тех, что я пробовал. Не хочется. Мне один зритель тут писал, всё это фигня, ты попробуй какую-то там назвал. Чувак, да перестань. Ты просто попробуй, Рогачёв. Ты больше не захочешь никакую есть. Короче, сижу уже который час, щелкаю шишки прямо на скамейке перед костром. Не могу оторваться, но всё, завтра язык будет болеть, наверное, адски. Вот я сколько набрал. Набрал немало. Ну, как бы я просто набрал это вот, сходя за водой пару раз. Короче, времени не знаю уже сейчас сколько. 20 часов всего. Темнота кромешная. Делать нечего. Крепкий чай, ну, чай пить не буду, потому что он будет крепкий. Спать не смогу после него. Сгущенку тоже есть не буду. Хотел сгущенки, или, не знаю, или чайку заварить, короче. Кромешная темнота, и луна не выходит. К сожалению, мне оптика не позволит сейчас что-то здесь снять. Батарейка мигает уже, который час, задолбало уже. Скорее бы уж выключилось, чтобы я больше сегодня не снимал. А так вообще всё нормально. Потрясающе тепло почему-то на улице. В общем, сейчас буду снимать, пока батарейка не рубанётся до конца. Ведро, кстати, я про него говорил. Я заберу его с собой. Потому что здесь есть какое-то ведро. Вот Андрей мне говорил, что он привёз. Хозяин. Ну, не хозяина, как бы. Названный хозяин избы. Вот. И как бы, блин, да, снимать бестолку ничего не видит камера. Вот. Ну, только костёр остаётся. Вот я прям вот так сидел на лавочке вот здесь. Вот. И вот туда вот тоже кидал. Вам видно тут в орешках всё, в кожурках вон мелких. Ой, много шишек сощелкал. Они размокли в реке многие. Сладенькие, вкусные. Я прям общелкался. Ну, сейчас, наверное, чайку немножечко заварю некрепкого, чтобы сгущенкой его закинуть. И буду ложиться спать. Завтра утром надо достаточно будет много времени на придуманный мной маршрут. Подняться вверх по этой реке, перейти через водораздел и спуститься обратно по параллельно текущей. Но это, наверное, уйдёт весь день. Я так думаю. Ну, посмотрим. Всё, я уже постелил себе в избе. Спальник. Каремат. Всё. Вот так. Место вагон везде. Я примерно по центру сплю. Вот здесь подвешены мои продукты. Все, абсолютно. Ну, в силу того, что наверняка долбанутые и безграмотные, вообще безумные шишкари, которые могли приручить где-то здесь медведя в этих краях, подбрасываю его, не дают мне шансов, ну не шансов, а возможности оставить продукты наружи. Ну, снаружи. Вот. Значит, ну, подголовники, росомахи мои. Всё. Спальник это новатуровский на минус 5 рассчитанный. Сибирь. Сибирь V2. Я его взял по той простой причине, что я просто люблю, когда спальник с запасом. Во-первых. А во-вторых, я предполагаю ещё ночёвки на улице. В эту мою сессию выездную. А ещё прикол. Нашёл фонарь вот здесь, в избе был. Он такого вот рода, как светильник такой, как маяк. Он работает при этом, при всём прикольно. Буду им сейчас тут светить. Ну и всё. Сейчас пойду спать. Вот Сергей Александров подарил мне зажигалку. Серёга, спасибо тебе. Это тоже на YouTube у него походы. С ним он снимает, Сергей Александров. Батарейки заряжаются для фотика. Обеззараживалка. Печку подтапливаю потихоньку. Если что-то завоняло чем-то, печь хорошо прогрелась. И стала адски вонять. Видимо, что-то, какая-то материя на ней горит. Ну, я так её помаленьку-помаленьку совсем подтапливаю. Просто, чтобы было тепло. Тут вот сапоги чьи-то были. Завтра, наверное, сделаю из мешка. Из мешка, сделаю весь мешок. Основные вещи все здесь оставлю. И пойду вот этот мой маршрут. Какой я уже говорил. Всё, сейчас буду спать. Ну, не спать, я просто буду лежать, отдыхать. Я же на отдыхе, в конце концов. И буду смотреть видосики, которые сегодня я снимал. На фотике посмотрю перед сном. Вот так всё убрал. Абсолютно пустой стол. Ещё на ночь сделал несколько ночных фотографий избушки. Вот сейчас я их, наверное, вставлю. Одну, вторую. Ну, просто не похвастаться, потому что я фотограф-то хреновый. Ну, не такой, как бывают. Очень крутые. Поэтому, вот, простые, но запоминающиеся на память фото.